Уважаемые рыбы, всем доброго времени суток, вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 24 по 30 июня, включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Что мы сегодня будем рассматривать? Вашу личную жизнь, карьеру, работу, возможные доходы и расходы, внешний мир в отношении вас, скрытые факторы, посмотрим, что в них, позитив или негатив. Подведем итоги всей этой недели, также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос-желание. Карта, которую я достану, самая последняя, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Колода настраивается на вас. Кому нужно больше времени, нажимайте на паузу. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете делать как по асценденту, так и по своему основному знаку зодиака. И то, и другое верно. Но таким образом у вас будет больше информации для анализа. Итак, ваша первая карта. Уважаемые рыбы, все карты вашего расклада перед вами, и я начинаю его прочтение. Расклад начинается с семерки Жезлова. Это карта полной боевой готовности для многих из вас. Это говорит о том, что уже в начало этого периода вы входите с некоторым напряжением. Там карта может говорить о том, что возможно у вас с кем-то есть, или какие-то сложные разговоры, или какие-то претензии в отношении вас от кого-то идут, или какие-то упреки. В целом эта карта может в общем показывать борьбу за место под солнцем. Вы и являетесь вот этим самым рыцарем в доспехах. Стрелы, которые выпущены в вас, летят мимо вас. А это говорит о том, что какие-то удары вам удается отбивать. Возможно, аркан говорит о том, что вам стоит усилить свою собственную защиту. Может быть, на вас есть ставленная защита или защита от природы, но кто-то мог энергетически вас пробивать, потому что мы видим летящие стрелы. А эта карта еще говорит и о вашем запасе энергии. Поэтому, возможно, и стоит что-то усилить в целях собственной безопасности. Но то, что касается ваших врагов, у вас по этой карте могут быть враги, может быть, это какой-то конкретный человек. В любом случае, вы на несколько голов этого человека или этих людей выше. Ваши позиции в чем-то достаточно крепкие, поэтому вам очень сложно навредить. Если говорить о начале этого периода, я вижу, что вы вынуждены будете заниматься решением каких-то вопросов, которые нужно решать. Нельзя, скорее всего, что-то переносить, откладывать. Это могут быть даже какие-то срочные дела, которые вы начинаете решать уже прямо с понедельника. На входящие события выпала десятка чаш. Карта очень хорошая. Она говорит о том, что будут и позитивные известия. Карта может показывать праздник, торжество, отдых, радость. Может быть, у кого-то планируется отпуска, может быть, уже кто-то отдыхает. Может быть, у кого-то из близких действительно будет что-то праздноваться. Вы можете быть в гостях, у вас могут быть гости. Но в целом это карта прекрасного настроения. И она говорит о том, что помимо тех людей, которые не сильно хорошо в отношении вас настроены, есть и те, кто искренне вас любит. Но по поводу родных и близких у вас тоже очень много страхов, переживаний. Эти страхи также связаны и с прошлым вашим, потому что вам все время кажется, что в прошлом вы что-то сделали не то или не так. В самом центре мы наблюдаем девятку мечей человека страдающего. Это говорит о том, что вы подвержены некоторым депрессивным состояниям. Может быть, порой на вас накатывают какие-то панические атаки, касающиеся чего-то личного, может быть, даже работы. Но все вот эти состояния в себе вы должны контролировать. Это для вас возможно. То, что касается энергетических пробоев, если у вас плохой сон, если вы чувствуете себя нехорошо в какой-то момент, стоит задуматься, почему так происходит. А угловой картой вашего расклада, всей конструкции вашей пирамиды, выпала карта дьявола. И вот эти две карты, так же, как и первая, могут говорить о том, что кто-то пытается все-таки вторгнуться в ваше приватное пространство. Возможно, на кого-то оказывается магическое воздействие. Или просто в вашем пространстве есть люди очень глазливые, с очень тяжелым энергетическим полем, которые вас могут перекрывать просто своими негативными мыслями. И вы даже уже на таком плане что-то можете чувствовать и ощущать себя не очень хорошо. Последняя карта вашего расклада, обратите внимание на то, что расклад закрывает карта судьбы. Это непростая карта, здесь показана женщина ясновидящая. Аркан может говорить и о каких-то ваших собственных способностях и о гиперчувствительности, но порой вы на свои собственные вопросы затрудняетесь ответить, и вы способны наделать еще больших ошибок. Поэтому все-таки в вашем случае вам нужна чья-то дополнительная помощь человека, который может являться в чем-то специалистом. Это может быть психолог, таролог, астролог. Любой человек, наделенный или знаниями, или даже экстрасенсорными способностями, с которым вы могли бы о чем-то пообщаться и получить ответы на все свои вопросы. В малом кресте вашей судьбы я вижу две достаточно хорошие карты. Это девятка чаш, это шестерка монет, которая выпала в дом ваших финансов. Это говорит о том, что несмотря на все ваши внутренние страхи, внешне все не так уж и плохо. Финансы для тех, кто при работе, у вас есть стабильные. Даже для тех, кто не работает, эта карта тоже может показывать любые выплаты, доходы. Может быть, у кого-то есть дополнительный приработок. Но к вам поступают деньги. Это немаловажно. И благодаря тем деньгам, которые есть у вас, вы еще кому-то способны по этой карте помочь. И возможно даже то, что на этой неделе к вам кто-то приходит за помощью, и вы не можете кому-то отказать, в особенности, если для вас это достаточно родной, близкий человек или хороший знакомый. Вам тяжело кому-то отказать, но вы не должны что-то делать в ущерб себе. Девятка чаш может тоже показывать что-то радостное в доме, людей, которые, может, вас поддержат и в деловой, и в профессиональной сфере. Но тут явно вы будете также что-то праздновать. Об этом говорят уже две карты вашего расклада. Даже три, потому что на внешний мир для вас выпала шестерка чаша. Эта карта тоже предполагает отдых, приятные встречи, приятные разговоры, масса прекрасных эмоций, масса прекрасного общения, которое вас будет наполнять. А это говорит о том, что из внешнего мира вам ничего не угрожает. Наоборот, если вы запланировали именно на этот период отпуска, но вы чего-то побаиваетесь, побаиваетесь потерять работу или что-то еще в таком духе, бояться тут ничего не нужно. Давайте все-таки мы сейчас с вами возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу. Всех тех, кто работает и тех, кто не работает. И тогда, может быть, уже что-то для вас будет яснее. Для тех, кто при работе, что вам нужно знать на самое ближайшее время. И для вас выпала карта старшего аркана звезд. Здесь мы видим человека, ученого, который сидит над огромной книгой и смотрит на небо. Карта может показывать, опять-таки, человека-астролога. Возможно, кто-то занимается астрологией, вас может это увлекать. Вас могут интересовать точные науки и неточные науки. Великолепная карта для всех людей творческих профессий и тех, кто только на пути своего становления и своего жизненного роста, потому что эта карта говорит о том, что вы будете достигать больших высот, чем те, которые есть у вас сейчас. И в дне сегодняшнем я вижу прекрасный уровень признания ваших достоинств другими людьми. Постоянно увлеченность теми процессами, в которых вы находитесь. Полная самоотдача любой вашей профессии. Полное погружение в то, чем вы занимаетесь. Скорее всего, та работа, которая у вас есть, вы ее любите. И для вас очень страшно что-то поменять или потерять. Но эта карта вам гарантирует очень прочные позиции по работе на долгие годы. Кто-то из вас может работать дистанционно. Вы что-то можете в работе менять. Вы можете менять место. Но ваши знания будут полезны везде и всегда. Вы всегда сможете заработать. Если вы хотите что-то улучшать в основной работе, расширяться, параллельно заниматься дополнительными проектами, для вас это все возможно. У вас очень большие планы на будущее. И вы способные люди, которые многое из задуманного все же реализуют. Конечно, эта карта показывает и финансовый потенциал, возможность вашу зарабатывать больше. Если кого-то из вас волнует карьера, то по этой карте вам обеспечены звезды на погонах повышения признания ваших заслуг другими людьми. Но теперь возьмем карту для тех, кто сейчас без работы. Что вам нужно знать? Но для тех, кто активно работу ищет. Для вас выпала карта тройки монет. Мы здесь видим опять-таки женщину творческой профессии, которая увлеченно занимается скульптурой. Это говорит о том, что многие из вас работу ищут уже. У вас есть какие-то таланты, знания, которые могут быть интересны другим людям. Вы непременно должны искать работу по душе. Вы должны искать то, что нравится вам. Я вижу, что у вас будет какой-то выбор вариантов, но вы хотите что-то определенное. Об этом четко говорит этот аркан. Если вы будете заниматься не своим делом, если вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, вы и зарабатывать не сможете, и долго где-то задержаться не сможете. Поэтому ищите работу, которая вам будет приносить радость и моральное удовлетворение. Эта карта может говорить о том, что вы можете работать как в группах, так и на себя. Вы можете быть как командным игроком, так можете что-то развивать и самостоятельно. Но если, например, вы хотите начать свой бизнес, свое дело, открыть какой-то, может быть, свой кабинет, все равно вам нужна помощь как минимум нескольких людей на первоначальном этапе. Но эта карта предвещает быстрый рост, быстрые возможности. И, скорее всего, уже на ближайшее время по работе будет информация, которую вы для себя будете рассматривать. Ну а теперь рассмотрим также и тех, кто на пенсии или вы по другим причинам дома, что нужно знать вам. Для вас свой плакар Татуза Мечей. Это может говорить о том, что кто-то из вас, даже будучи дома, планирует начать все-таки что-то новое или дополнительное, но все новое пока в неких сложностях. Как бы в таком слегка замороженном состоянии. Я вижу, что вы уже что-то пытались сделать, но, возможно, были некоторые неудачи, вы что-то приостановили или сейчас что-то в приостановке, но позже вы снова что-то можете возобновить. Опять-таки, касательно чего-то нового, вам понадобится чья-то поддержка из самых родных и близких людей. Возможно, это те люди, которые вам близки по духу и в какие-то ваши собственные проекты понадобятся дополнительные вложения, дополнительные инвестиции. То есть, если говорить о чем-то новом, то сюда нужно будет вливать деньги. Если у кого-то есть сейчас источник дохода, то он вполне стабильный. И не спешите куда-либо пока свои деньги инвестировать. Я вижу, что вы к чему-то до конца не готовы. Или все-таки у вас сидят некоторые внутренние страхи. И об этом говорит карта, которую я вижу в скрытых факторах. Это двойка мечей, это семерка, чаш, которая все-таки может говорить о каких-то иллюзиях и о том, что, возможно, вы что-то не совсем правильно пока оцениваете. Но в данном периоде то, что у вас тоже есть доход, это факт. Об этом говорит шестерка монет. Это могут быть любые выплаты от государства. Но если говорить о женщинах, то в вашем поле есть мужчина, который также вам готов финансово помочь. Если говорить о мужчинах-рыбах, то многое зависит сейчас от вас самого. Ну а теперь перейдем в вашу личную жизнь, в начале тех, кто в паре. Для тех, кто в паре, выпла карта пожа мечей и девятки чаш. Я вижу, что у многих из вас есть либо дети, либо ребенок. Может быть, сейчас важна тема ваших детей, их дальнейшего будущего, образования. Может быть, вы заставляете своих детей чему-то учиться, если дети маленькие, даже будучи на каникулах, чтобы они что-то не забывали. Если у вас дети взрослые, они и так достаточно ответственны для того, чтобы не забывать о каких-то своих обязательствах. Но порой могут, конечно, хитрить. Не без этого. Если меня смотрят те, у кого дети поступили в какие-то высшие учебные заведения, или даже это просто учащиеся школы или колледжи, то здесь, конечно, по учебе нужен полный контроль на весь ближайший год. Если вы сами учитесь чему-то, будучи дома, я вижу, что ваши близкие готовы вам обеспечить нужное пространство, стараются вам не мешать, стараются вас понимать. Но эта карта все равно может говорить о том, что что-то может вызывать у вас раздражение, но по этим картам ничего критичного здесь я не вижу. Наоборот, ваша вторая половина всячески к вам тянется, пытается как-то угодить. То, что у вашей второй половинки в отношении вас есть чувства, это точно, а ваши чувства, это немножко другое. Потому что я вижу, что было по-всякому, и, может быть, были моменты, когда или вы хотели уйти, или уходили, но так и не смогли. И сейчас этого делать тоже не надо. Ну а теперь перейдем к нашим свободным рыбкам. Для свободных выпала карта старшего аркана дьявола, выпал дом мечей, и между ними тройка жезлов. О чем это говорит? О том, что и в отношении личной жизни очень много страхов, и в отношении карьеры, работы, вообще в целом будущего, очень много пока таких смутных, неясных, непонятных моментов для вас лично. Я немножко оговорилась ранее, на тех, кто в поиске работы, для вас выпадала тройка монет, а не тройка жезлов. Но смысл от этого не меняется, потому что вы показаны в любом случае, как очень талантливые люди. И если вы чему-то сейчас учитесь уже, продолжаете учиться, если вы только подумываете об учебе, чтобы потом получить какую-то дополнительную профессию или дополнительную знание, тоже вы должны дальше заниматься и идти вперед к своим целям. В любом случае тройки дают рост и возможности каждому из вас. Для наших свободных тоже в центре выпала троечка, которая говорит о том, что вы должны быть максимально общительны с другими людьми. Но в вашем случае не стоит доверять всем и каждому, в особенности в личной жизни. Даже если вы с кем-то встречаетесь, вы чувствуете к человеку определенное притяжение, страсть. Это не любовь. Человек, который рядом с вами, либо играет на ваших чувствах, либо с вами играется. И из-за этого человека вам еще может быть больно. Поэтому не нужно никому привязываться. И если вы уже сейчас в отношениях, постарайтесь что-то в этих отношениях пересмотреть, пока еще не так уж поздно. Не погружайтесь в эти отношения. Рядом с вами не тот человек, который вам нужен. Возможно, в личной жизни вас кто-то пытался перекрывать ранее, потому что карта дьявола может говорить и о порчильных работах. Может быть, поэтому что-то сейчас и не ладится в личной жизни. Здесь тоже у вас масса комплексов. Вам кажется, что вы какая-то не такая или не такой. Но это те комплексы, которые, скорее всего, вам навязал ваш бывший или бывшая. На самом деле с вами все абсолютно в порядке. Поэтому все вот эти страхи, комплексы, гоните прочь из своего сознания. Научитесь себя воспринимать такими, какие вы есть, полюбите себя такими, какие вы есть, и тогда у вас с кем-то что-то начнет налаживаться. Если вы заведомо имеете дело с человеком несвободным, и человек вам говорит о том, что разведется, или сейчас разводится, или что там ничего нет, это неправда. Это сплошная манипуляция. Что на ваших чувствах, что на чувствах той женщины. Возможно, приходя туда, он там говорит примерно то же самое, то, что даже если у него что-то где-то и было на стороне, то это несерьезно. Если говорить о том человеке, который сейчас рядышком с вами, сказать о том, что он вас готов чем-то озолотить, одарить подарками, я этого не вижу. Наоборот, этот человек все время может говорить о том, что у него какие-то проблемы, но при том у него масса планов, масса задач. Красиво говорит, но по факту ничего конкретного, ничего не меняется. Возможно, ваши мысли связаны с человеком, с которым вы расстались. Если вы сейчас до сих пор ни с кем не встречаетесь, вы еще болезненно реагируете на прошлые отношения. Вы полностью из них головой, сознанием не вышли. До тех пор, пока вы что-то не проработаете в тех отношениях, вы будете притягивать к себе подобных партнеров. А подобный – это значит тот, из-за кого вы снова можете страдать. В вашем случае вам здесь точно нужна и помощь, и совет, ни с чем, абсолютно ни с чем не торопитесь. Ну, а теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытых фактор для вас выпала карта Пажа Кубков, карта Семерки Чаш и карта Двойки Мечей. Мечты, надежды, хочется больше отдыха, хочется больше легкости. То вы себя чувствуете нормально, вы легки на подъем, вы очень общительны. То такое ощущение, что у вас сил нет вообще. И вот эта карта говорит о том, что сижу и думаю, сижу и плачу. На вашем месте я бы все-таки искала причину, из-за которой в вашей жизни что-то не так, а причина есть. На завершение этого периода выпала карта Судьбы. Во-первых, эта карта говорит о том, что многое под контролем высших сил. Во-вторых, эта карта говорит о том, что в вашем случае все-таки многие из вас будут либо корректировать свою судьбу, либо вы к кому-то будете обращаться. Возможно, кто-то из вас и сам практикует что-то в магии, или вы чувствуете в себе способности, вы их стараетесь раскрывать. Но я вижу, что вам нужен очень мощный проводник, учитель или наставник, потому что вы в такие дебри можете зайти, тем более, что над этой картой девятка мечей, рядом дом мечей, а здесь карта Пажа. Пажа-чаш, который неправильно оценивает ситуацию. Старайтесь свои выходные дни заранее распланировать. Если говорить о женщинах, то ваши выходные будут зависеть от вас самой, но есть еще одна женщина, которая повлияет на ваши выходные. То же самое касается и мужчин. На выходные дни повлияет женщина. Теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим карту башни. Эта карта может говорить о том, что что-то может срываться. Вас кто-то неожиданно может подвести. Может быть тот человек, от которого вы меньше всего этого ждете, или люди. Эта карта может показывать психологическую неустойчивость и нервы из-за кого-то, смены настроения. Но так как эта карта выпала для вас и на совет, она говорит о том, что даже если что-то подобное и произойдет, вам нужно это принять как должное, потому что благодаря какой-то такой ситуации из вашей жизни уйдет что-то то, что вам давно не нужно. И с тем, что отпадет, и какие-то ваши страхи автоматически отпадут. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпало десятка мечей. Если вопрос негативного характера, вы, например, спросили, расстанусь ли я с кем-то, то ответ – да. Если вы спросили, будет ли предательство, ответ – да. Если вы спросили, нужно ли хирургическое вмешательство или нужно лечение, чем быстрее, тем лучше. Ситуация сложная. Если вы спросили, жив человек или нет, даже если жив, то в очень сложном и физическом, и эмоциональном состоянии. Мы здесь видим воина, который уже никуда не спешит, который отвоевался. Если вы спросили, нужно ли мне что-то сейчас решать по официальным вопросам, даже если вы что-то будете решать, будет масса помех, потому что в вашем вопросе не все зависит от ваших собственных действий и от ваших собственных желаний. Стоит вам ехать в какую-либо дорогу? Вопросы-то могут разные, поэтому я как бы проговариваю разные. Карта дает ответ – нет, пока никуда не нужно ехать. Стоит ли мне посотрудничать в том или ином вопросе с такими-то людьми или с таким-то человеком? Ответ – нет. Но если вы спросили, стоит ли мне какой-то вопрос или какую-то ситуацию поставить на полную паузу, в таком случае ответ – да, это разумное решение. Также давайте традиционно возьмем дополнительную колоду и спросим, что еще вам нужно знать. Для вас выпала карта аистов, карта медведя, десятка трев, королева червей и дама пик, карта букета. Возьмем еще одну карту на дополнение, карта отдыха дома, вашего приватного пространства. Это говорит о том, что будет возможность все-таки чему-то в жизни порадоваться. Тут, может быть, все-таки чуть позже будет либо встреча с кем-то из родных, либо к вам кто-то будет ехать, либо вы к кому-то будете спешить. Подарок вам кто-то щедрый сделает, или вы к кому-то будете готовить хороший подарочек. Вам кто-то будет очень сильно помогать на протяжении ближайшего времени. Это очень надежный человек, очень сильный духом человек. Есть еще женщина, которая для вас может являться или хорошей знакомой, или подругой, которая тоже вам будет чем-то помогать. Здесь несколько людей. И если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь может влиять как минимум две женские персоны, но обе женщины пытаются быть вам чем-то полезными или нужными. Уважаемые рыбки, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан, если вам нравится подача информации. Благодарю за то, что были со мной. Я не прощаюсь с вами. Я вам желаю, чтобы все даже самые сложные карты проигрались для вас максимально безболезненно. Помните о том, что расклады не являются печатью на всю жизнь. Это то, что вы можете корректировать и менять, благодаря тому, что вы уже о чем-то знаете наперед. Поэтому действуйте. И до следующей недели. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова